Комплексная застройка Ишкаролинской городской агломерации, внедрение современных технологий в системе ЖКХ, взаимовыгодное сотрудничество с Запорожской областью. Это лишь часть задач, которые решала в четверг делегация МРИЭЛ на площадке Петербургского международного экономического форума. Напомню, в этом году на форуме работает представительная делегация от нашей республики, в составе которой представители сферы образования и бизнесмены, сотрудники Минэкономразвития и Минспорттуризма МРИЭЛ, а также члены правительства и глава региона Юрий Зайцев. Несмотря на то, что Петербургский форум официально открылся 14 июня, именно 15 число можно назвать первым полноценным днем его работы. Это ощущается и по числу участников, и по насыщенности программы. В полной мере касается это и делегации МРИЭЛ. В четверг Юрий Зайцев подписал несколько соглашений. Расширить спектр качественных банковских услуг для населения и предпринимателей призван документ о сотрудничестве между правительством республики и Газпромбанком. В приоритете оперативное решение вопросов социально-экономического развития региона. Поздравим участников! В МРИЭЛ будет создан высокотехнологичный центр для мониторинга ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона. С этой целью было подписано соглашение между правительством республики и компанией Россети «Центр» и «Приволжье». Главная цель – повышение надежности энергоснабжения жилых домов и других объектов. Спорт высоких достижений в МРИЭЛ станет более доступным, в том числе для жителей республики с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью Юрий Зайцев и министр спорта России Олег Матицын подписали соглашение по продвижению ценностей активного образа жизни. Министр особо отметил достижения МРИЭЛ в развитии массового спорта и заверил, что возглавляемое им ведомство и впредь будет поддерживать республику в этой работе. Объединение реализации программ в соответствии с стратегией развития физической культуры и спорта, которое было утверждено правительством и согласованным президентом Российской Федерации по разным направлениям этой массовой спорта, высшего достижения образовательной программы. Мы с доверием относимся с уважением к тем усилиям и результатам деятельности республики МРИЭЛ по развитию сферы физической культуры и спорта. У меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все, что является предметом этого соглашения, будет обязательно, не останется на бумаге, а будет конкретным продуктом для жителей, не только республики, но и для жителей всей нашей страны. Национальный проект «Спорт. Норма жизни» позволяет нам совместно с Министерством спорта Российской Федерации реализовывать те программы, которые необходимы прежде всего людям, нашему населению, нашему человеку. И я очень благодарен Министерству спорта, потому что под эгидой подобных соглашений, подобных мероприятий, которые предусмотрены в этих соглашениях, воспитываются настоящие чемпионы, члены сборной команды России и люди, которые, может быть, как говорят паралимпийцы, которые оказались в сложной ситуации, но именно в этом соглашении также предусматривается поддержка вот этих людей. Поэтому, уважаемый Владимир Кусич, вам спасибо огромное за поддержку и за вашу работу. Благодарю вас, Юрий Микторович. Пожалуй, ключевым событием дня стало подписание соглашения между Мариел и Запорожской областью. Документ регламентирует сотрудничество, которое будет способствовать скорейшей интеграции нового региона в российское экономическое и правовое пространство. Сегодня мы подписали соглашение с республикой Мариел. Мы нашли в лице наших друзей для себя очень много нового, интересного, что будет развивать наши территории, особенно Запорожскую область. Мы проговорили вопросы, связанные с практической деятельностью шефства, которое сегодня будет над нашим районом Кубышевским. Обговорили самые основные направления, которые будут давать для наших территорий. В первую очередь, гуманитарные, социальные вопросы будут решаться с помощью наших шефов. Мы им за это очень благодарны. Напомню, в мае этого года Юрий Зайцев лично посетил Запорожскую область, чтобы узнать, какую помощь может оказать наша республика. Тогда было принято решение взять шефство над Куйбышевским районом нового российского региона. Первоочередными шагами станет приобретение учебной и художественной литературы для школ, оснащение образовательных учреждений спортинвентарем, сбор первоклассников. Кроме того, дети Куйбышевского района этим летом смогут отдохнуть в загородных лагерях Марийского края. Подписанный на площадке Петербургского форума документ закрепляет эти намерения и станет основой для дальнейшего сотрудничества. Добавлю, что взаимодействие двух регионов должно выйти за рамки простого оказания помощи. В подтверждение тому меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Мариел и Запорожье. В целом это направление по промышленности, энергетике, торговле. И, конечно же, все это будет развитие между нашими предприятиями связи. Это в том числе и импортозамещение. Мы видим серьезный регион, там есть промышленный потенциал, много промышленных предприятий. И как раз в этом направлении будем сотрудничать. И все это нацелено на повышение экономического потенциала наших двух регионов. Юрий Зайцев особо подчеркнул, что соглашение и встреча на Петербургском форуме лишь начало большой работы, которую еще предстоит провести. Очень важная была встреча с руководителем дома РФ, МУТКО, где мы обсудили вопросы взаимодействия в плане финансирования некоторых наших проектов, в том числе касающихся инфраструктуры, развивающихся в наших районах, где есть перспективы строительства многоквартирного жилья. И договорились, что мы буквально в короткое время отработаем уже всю технику. Это очень важно для нас, потому что это действительно касается развития города и республики в целом. Провели встречу в Рио губернатора Запорожской области. Мы являемся шефами одного из районов Запорожской области. Там уже работают наши специалисты, специалисты и от правительства, и от подрядных организаций, которые анализируют сейчас те сложные моменты, проблемные моменты, которые существуют в этом районе. И сейчас мы определим те мероприятия, которые помогут людям, гражданам Запорожской области и все-таки почувствовать себя частичкой огромной великой страны. Мы с губернатором, с Рио губернатора обсудили, договорились, понимание у нас есть. И мы здесь тоже будем двигаться. Большая работа сегодня проделана, действительно. Конечно же, мы надеемся на продолжение этой работы уже в рамках рабочих групп, в рамках обсуждений уже конкретных с министрами, с должностными лицами, которые отвечают за те аспекты, которых я перечислил. То есть здесь мы получили задел к реализации всего того, что мы обсуждали, задуманного и запланированного нами. И будем продолжать.